Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Софьи Питеркина. Сейчас коротко главная тема выпуска. Обращения были детям. Врач их осматривал в пятницу и в субботу. Поставили им кишечную инфекцию, предварительный диагноз. В Красноярске вновь отравились школьники. На этот раз пострадали 7 учеников 11-го лицея. Подробности этой истории через минуту. Регионы продляют нерабочие дни, а в Красноярском крае новый антирекорд по заболевшим. За сутки плюс 701 человек. В Красноярском крае неизвестные ранили лисенка. Кто-то выстрелил в зверка из спортивного лука. Отчасти это тема продолжения прошлогодней темы новой этики, которую решили развить немножко, говорить про мужчин и женщин. Уже завтра в Красноярске стартует книжная ярмарка. Куда пойти, что посмотреть? Подробная афиша во второй части выпуска. С началом ноября в Красноярск придет и первая метель. Уже завтра синоптики прогнозируют сильный ветер до 10-12 метров в секунду. Более того, метеорологи обещают сильные осадки в виде снега. Температура воздуха уже сегодня ночью опустится до 14 градусов мороза. Потеплее только днем, но несущественно. Воздух прогреется до минус 10. В МЧС предупреждают красноярцев о гололедице и плохой видимости на городских и междугородних дорогах. Ведомстве рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, если кто-то еще этого не сделал, и быть внимательными за рулем. Погода бушует не только в Красноярске, но и в Москве. Сегодня столицу накрыл сильный туман. Как говорят местные синоптики, под пеленой оказалась и ближняя Подмосковья. Туман был настолько густым, что разглядеть что-либо даже в нескольких метрах было невозможно. Из-за этого более 20 рейсов, которые летели в Москву из разных городов страны, вынужденно приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода. В частности, там сели самолеты из Красноярска и Норильска. Как говорят пассажиры, они не могут взлететь уже более пяти часов. А самолет был полностью закрыт еще пару часов после посадки. Ага, в 7.30 мы должны были приземлиться в Москве. Час кружили над Москвой, туман не рассеялся, нас привезли в Нижний Новгород. В 9 утра мы нас приземлились, но трап нам не подавали. Трап подали только сейчас, и то пока только для того, чтобы с города приехала скорая помощь за молодым человеком, и его собрали. Пока решают вопрос, прошло 5 часов. За 5 часов закончилась вода, еды не было, детям раздали последний сахар. Кроме того, пассажирам запретили покидать самолет. Многие из них уже хотят пересесть на поезд и спокойно доехать до Москвы. Пока точно неизвестно, когда именно рейсы смогут взлететь. Однако предварительно вылет планируется на половину 11 вечера по местному времени. Новое отравление детей в Красноярске на этот раз пострадали ученики 11 лицея. Симптомы у них появились в прошлый четверг после посещения школьной столовой. Семеро ребятишек обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Проверку проводит школа, управление образованием и Роспотребнадзор. В этом году качество детского питания в центре внимания. Родители регулярно жалуются на то, как кормят в столовых, но до сих пор проблему решить не могут. Что произошло в 11 лицея, расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, а что говорят родители? Соня, привет. Родители в первую очередь беспокоятся, что вот этот факт отравления школа попытается замять, и детей дальше будут кормить, как попало. Также родители переживают, что вот после того, как факт отравления при наглазке, они опасаются, что детей будут в школе третировать, поэтому они просят не называть своих имен. Сообщают, что в четверг дети почувствовали себя плохо, как раз после посещения столовой. Характерные симптомы проявились у десяток ребятишек, и родители настаивают на всестороннем разбирательстве. Вот что нам пишут. После организованного приема пищи в школьной столовой, мой ребенок плохо себя почувствовал. После прихода со школы, дома пищу не употреблял, в связи с плохим самочувствием. Ребенка тошнило, болел живот. Вечером началась многократная рвота, проблемы со стулом, поднялась температура. В родительском чате появились сообщения, что аналогичное ухудшение самочувствия у пятерых детей из класса, которые также обедали в школьной столовой. На замечание, что заболели только те дети, которые питаются организованно, педагог и администрация школы не отреагировали. Сегодня мы побывали в 11-м лицее. Известно, что пострадать могли дети из разных классов. Директор сообщила, что школа проводит проверку. А по количеству, сколько детей это? Я комментариев сейчас пока не дам. Пока все ситуацию не выяснили, ничего вам не дам. А что родителям говорить? Они совсем ничего не понимают, что происходит? С родителями ведется работа. Дети в 11-м лицее сейчас не учатся, поскольку каникулы надзорные органы в курсе ситуации. По крайней мере, в детской поликлинике, к которой прикреплены ребятишки, заявили, что известили о произошедшем Роспотребнадзор. Сейчас медики пытаются установить точные диагнозы школьников. Обращения были детям. Врач их осматривал в пятницу и в субботу. Поставили им кишечную инфекцию, предварительный диагноз. И анализы только вчера принесли, они еще не готовы. Сообщили в санэпиднадзор, все как положено. Обследуются дети, результаты будут. У нас предписание есть из Роспотребнадзора. Обследуются, мы им ответим. И родители тоже ответ получат. А сколько детей обратились? У нас 7 человек. Остается только удивляться, насколько часто в последнее время приходится сообщать о подобных отравлениях. В феврале, напомню, более 100 школьников советского района в столовой заразились ерсениозом. Следователи тогда установили, что источником стали некачественные овощи, которые поставляли в столовые и готовили из них салаты. После этого свежими овощами без термообработки запретили кормить детей. Но это не помогает. И весной, и летом, и осенью мы сообщали об отравлениях в самых разных учебных заведениях. Последний раз дело было в 56-й школе. Там, по данным мэрии, пострадало около 70 ребятишек. Вот что Главное управление образования сообщает теперь по 11-му лицею. Родители сообщили классным руководителям о плохом самочувствии детей. Директор об этой ситуации знает. Возбудители инфекции определят врачи по результатам анализов. В прошлый раз, например, был норовирус. С нашей стороны специалисты Центра питания начали проверку. Организацией питания в 11-м лице занимается компанией РИЧ. Оперативно связаться с ее представителем сегодня не удалось. Но с работой ООО «РИЧ» хорошо знаком автор программы «Проверка» Екатерина Кашутчик. Она проверяла работу этой организации в 4-й гимназии. Тогда удивлялась множеству нарушений на кухне. Но РИЧ в любом случае продолжает кормить ребятишек практически во всех школах правого берега. Видимо, все-таки выводов сделано не было. Соня, у меня на этом все. Спасибо. Я напомню, это был мой коллега Виталий Поляков. Говорил он об отравлении школьников в 11-м лице и отравились, по предварительным данным, 7 человек. Сейчас проверку проводит Управление образования Роспотребнадзор. А мы продолжаем выпуск. И к другим новостям. В Красноярске 13-летний подросток дважды ударил ножом 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в микрорайоне Черемушки во дворе одного из домов на улице Амурская. В редакцию ТВК обратился брат пострадавшего. Он рассказал, что его родственник гулял со сверстниками и играл в футбол недалеко от дома. Рядом сидел 13-летний мальчик и зачищал медные провода, вероятно, для того, чтобы их потом продать. Он ударил 11-летнего ребенка ножом, якобы из-за того, что тот ему чем-то помешал. Ножевые ранения пришлись в область сердца и печени. Однако есть и другая версия. Как рассказывают очевидцы, пострадавший сам спровоцировал драку. Он обзывал и изводил подростка, из-за чего тот не выдержал и дважды ударил обидчика ножом. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подросток, причастный к совершению данного преступления, помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. А в ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Следователи ФСБ изъяли документацию в Центре информационных технологий Красноярского края. Эта государственная организация обеспечивает работу системы «Безопасный город», службы 112, электронного правительства и отвечает за цифровизацию органов власти. Сотрудников Федеральной службы безопасности интересовали контракты, заключенные центром и подрядчиками, на поставку дизель-генераторов, телекоммуникационного оборудования и другие документы. По данным наших источников, в правительстве ФСБ с участием понятых изъяли контракты. Официально следователи не поясняют причины обысков, но подтверждают факт оперативно-следственных мероприятий. Напомню, Центром информационных технологий руководит Василий Дружинин. Его работу в правительстве курирует министр цифрового развития края Николай Распопин. Директора фирмы «Дидилия» Станислава Гончаровского теперь подозревают не только в торговле детьми, но и в отмывании денег. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным сыщиков, в 2019 и 2020 году руководитель компании получил от иностранных покупателей младенцев более 1 миллиона 700 тысяч рублей. И в том числе на эти деньги купил дом и землю в поселке Мански. Общая стоимость владения – 4,5 миллиона. Следователи сообщают, что дело возбуждено по материалам финансовой разведки Росинформониторинга. Напомню, Станислава Гончаровского подозревают в незаконной торговле 20 детьми. Он по заказу клиентов из Азии подбирал женщин, которые вынашивали младенцев, а затем отдавали их за вознаграждение в новые семьи. Регионы продлевают коронавирусные ограничения. Так, власти Новгородской области стали первыми, кто продлил нерабочие дни до 14 ноября. Губернатор региона отметил, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, поэтому и решили вести дополнительную неделю нерабочих дней. За последние сутки там выявили 282 заболевших. При том, что ковидные выходные в Новгородской области ввели на несколько дней раньше, 25 октября. Получается, что жители региона не будут работать почти месяц. А накануне власти Красноярского края заявили, что намерены продлить действия QR-кодов. В качестве пропуска их будут использовать и после 7 ноября. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Алексей Подкорытов. Он заявил, что рассматривается вопрос о распространении системы допуска через QR-коды не только в учреждения культуры, спорта и торгово-развлекательные комплексы. По словам Подкорытова, справки о вакцинации либо о перенесенном ковиде вскоре могут потребоваться для посещения ресторанов, гостиниц, пансионатов, выставок, салонов красоты, парикмахерских и даже служебных столовых. В Бурятии группа пенсионерок без масок и QR-кодов штурмом взяла один из торговых центров. Женщины пришли в магазин за покупками, однако, когда охранник попросил их показать цифровой пропуск или иной документ о вакцинации, они набросились на него. Сотрудник торгового центра натиск сдержать не сумел, и толпа пенсионерок все-таки прорвалась внутрь здания. Вот как это было. Наташа, дайди! Не подожди меня! Фашисты! Это не русское слово! Вы что это? Что это такое-то? Я напомню, в Бурятии с 1 ноября смягчили ограничения. Сейчас в местные торговые центры можно попасть и без QR-кода. Достаточно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. А вот историей со штурмом торгового центра уже заинтересовалась местная полиция. Правоохранители проводят необходимые проверки. В России открыто рекордное количество коек для больных коронавирусом. Сейчас развернуто уже 290 тысяч коек, и это на 20 тысяч больше по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, резерв свободного коечного фонда снизился по сравнению с прошлыми волнами. Сейчас госпитализировано гораздо больше людей. При этом сама заболеваемость по стране не перестает расти. Лишь в 13 регионах России число заболевших снижается, и Красноярский край точно не в этом списке. В нашем регионе очередной антирекорд. Положительный тест на ковид получил 701 человек за последние сутки. 155 из них – красноярцы. Это максимум за все время эпидемии. Не справились с инфекцией 28 пациентов. В целом по России коронавирус обнаружили еще у 39 тысяч человек. И снова антирекорд по смертности. За сутки скончались 1178 пациентов. Завтра в Красноярске стартует ярмарка книжной культуры, которая состоится у нас уже в 15-й юбилейный раз. В этом году мероприятие пройдет в офлайн-режиме, поэтому в Красноярск приедут десятки экспертов, среди которых известные писатели, политологи, филологи, актрисы, режиссеры, модельеры и не только. Вниманию гостям «Кряк» представят около 300 мероприятий на выбор. Как не потеряться среди такого потока событий, выбрать площадку, которая подходит именно вам? Разбиралась Полина Михальчук. Она сейчас в студии. Полина, тебе слово. Соня, спасибо. Но на самом деле в этом году программа «Кряк» действительно очень разноплановая. Я постараюсь как-то систематизировать все события, рассказать обо всех поподробнее. Ну и начну я, пожалуй, с ключевого, с темы. В этом году и гости, и эксперты будут дискутировать на тему мужского и женского социальных ролей в современном обществе. Это будут разговоры о гендерных стереотипах в литературе, киноиндустрии, моде, о том, как меняется рынок труда и появляется все больше женских профессий. Также будут обсуждения трех главных ценностей человека, любви, семьи и карьеры и не только. И вот эта идея разделения всего на мужское и женское так или иначе будет присутствовать в каждом блоке «Кряк». А это шесть основных программ. Интеллектуальная, детская, выставочная, профессиональная, программа мода и кинопрограмма. Причем, как рассказала куратор интеллектуальной дискуссионной программы «Кряк» Галина Бочарова, новая тема – это отчасти продолжение старой. Тема актуальная, очень интересная. Тему выбрал экспертный совет, как традиционно выбирает каждый год. И отчасти это тема продолжения прошлогоднего темы «Новая этика», которую решили развить немножко, говорить про мужчин и женщин. Мне не кажется, что здесь что-то спорное, потому что мы все живем в современном мире. Мы хотим разобраться в себе, узнать, какие мы, какие наши роли, как они изменились и что нам вообще с этим делать. Ключевая программа, конечно, интеллектуальная. В этом году на ней будут выступать историки, антропологи, философы, писатели, политологи. Например, на эту ярмарку книжной культуры приедет публицист и политолог Екатерина Шульман. 5 и 6 ноября она расскажет о гендерном изменении на рынке труда. В рамках интеллектуальной программы выступят также филолог и антрополог Светлана Адонева, писательница и поэтесса Марина Степанова, чьи романы получили премию «Большая книга». С презентациями новых книг также приедут Алексей Сальников, Оксана Восякина, Валерий Панюшкин. И традиционно в первый день работы Кряк пройдут дебаты литературной премии НОС. А 6 ноября в музейном центре «Площадь мира» состоится финал всероссийского поэтического слэма. Также в этом году будет достаточно насыщенная программа «Мода». В ней примут участие директор музея костюма в Институте технологии моды в Нью-Йорке Валерий Стилл, историк моды Ольга Вайнштейн и писательница Ленур Горалек. Также 7 ноября состоится финал конкурса молодых дизайнеров «Дресс-код Сибирь». Ну и детально подошли и к наполнению выставочной программы «Кряк», говорит ее куратор Людмила Алабьева. Выставка собиралась ювелирно. На самом деле, в этом смысле, конечно, наше ювелирное сокровище, премьера которого, кстати, состоится именно в Красноярске. Это большая удача, это международный проект. Группа «Девятая марта» и премьера состоится именно в Красноярске. А потом уже будет показано в Москве. И мне кажется, да, что это очевидно претендент на то, чтобы быть названным бриллиантом. Но, конечно, то, что удалось привести проект Устины Яковлевой, то, что мы можем какое-то такое высказывание очень интересное на тему свитера сделать и сделали. Кажется, что получилось хоть и очень многообразное, но единое высказывание. Это очень важно. И мне, как куратору, вот это вот как раз для меня является основной ценностью. На площадках детской программы ежедневно будут выступать социологи и психологи. Они будут рассказывать о современном родительстве и влиянии гендерных стереотипов на жизнь ребенка. Одной из самых насыщенных станет кинопрограмма «На кряк». В этом году у нее три специальных проекта. Первый – это «Кинокампус», где на протяжении 10 дней красноярцы под руководством режиссера-документалиста Ольги Привольного и будут снимать короткометражные фильмы. Второй проект – это «Кинодейтинг», «Быстрые свидания на кинотематику» и третий – выставка киноплакатов, где студенты будут переделывать афиши 20 века на современный лад. Кроме того, на «Кряк» пройдут показы известных сериалов «Чики» и «Манюня», а после обсуждений – встреча с актерами киноленты Варварой Шмыковой, Михаилом Тройником и Нариной Абгарян. Отмечу, что в этом году у кинопрограммы будет собственный подзаголовок, и вот как его смысл объясняет куратор программы Сергей Сдобнов. Главной метафорой нашей программы является фраза «молодые и взрослые». Что это значит? Это значит, что в каждом поколении, неважно, в 80-е, в 90-е, в 19-м веке, в декабристо, когда угодно, были люди, которых не устраивало, как устроено общество, как раз с точки зрения прав, мужчин и женщин. И они пытались это как-то менять. И, собственно, сегодня самым ярким выражением вот этих людей является поколение «янг-эдолт», да, собственно, из которого появилась литература «янг-эдолт». Но мы эту метафору расширяем, мы считаем, что все, кому что-то не нравится в их историческое время, которые готовы это менять, они и есть молодые, взрослые. Как и в прошлые годы, главной площадкой «Кряк» стал международный выставочный центр «Сибирь». Именно там с 3 по 7 ноября пройдут лекции, круглые столы, показы, дискуссии, выставки. И, конечно, именно там, в трех павильонах, можно будет купить книги по издательской цене. То есть гораздо дешевле, чем в книжных магазинах. Попасть в ВДЦ «Сибирь» может любой желающий абсолютно бесплатно и без QR-кодов. Однако организаторы просят не забывать о масочном режиме и социальной дистанции. Но помимо основной программы события «Кряк» пройдут также в Доме кино, театры, опоры, балеты и филармонии. Это различные спектакли, концерты и известная многим красноярцам ночь в музее. Желающим попасть туда придется купить билеты и соблюдать все ограничения, включая QR-коды вместе с паспортом на входе. А для тех, кто решит провести эти дни ярмарки в Сибири, то от Государственной универсальной научной библиотеки на Карла Маркса 114 с 3 по 7 ноября запустят бесплатные автобусы. Они будут курсировать согласно расписанию. Вот, например, завтра транспорт будет отходить от библиотеки в ЧАЗНО в 15.00 и в 17.00, от МВДЦ Сибирь в 2, в 4 и в 19.20. Расписание остальных дней вы сейчас видите на экране. Но вообще всем, кто планирует посетить «Кряк», я, конечно, советую зайти на официальный сайт ярмарки и посмотреть более детально программу. И тогда вы, конечно, найдете что-то для себя. На этом у меня все, Соня. Спасибо. Это была Полина Михальчук с подробной афишей Красноярской книжной ярмарки. Она стартует уже завтра в МВДЦ Сибири. А если вы пропустили этот материал или хотите поделиться им с друзьями в социальных сетях, заходите на YouTube канал ТВК, подписывайтесь и следите за нашими новостями и там. Ведь ТВК – это не только ТВ. И к другим новостям. Известный шоумен Александр Гудков снялся в ролике про захоронение Ленина. Это видео стало четвертым в рамках нашумевшей кампании «Невыносимая выносима», авторы которой выступили за захоронение Владимира Ленина. По сюжету актер в образе вождя мирового пролетариата просыпается в мавзолее и, глядя на Гудкова, он же охранник, начинает расспрашивать, есть ли Сталин и Бог, а затем предлагает, наконец, себя похоронить. Вот отрывок видеоролика. Бог есть. А если Сталина нет, а Бог есть, может, вы меня уже похороните? Полежите еще, пожалуйста. Это видео посвящено 60-й годовщине захоронения тела Иосифа Сталина. Ранее оно, как и тело Ленина, находилось в мавзолее. Авторы проекта «Невыносимая выносима» уверены, что то же самое нужно сделать и с телом Ленина. В качестве актеров инициаторы проекта выбирают известных российских персон. В предыдущих видео в главных ролях уже снимались Чулпан Хаматова, Пьер Бурель и Лолита Милявская. Канатную дорогу на Николаевскую сопку закрыли на неопределенный срок. Прокуратура признала сооружение небезопасным. Изначально канатку закрывали на два дня, 28 и 29 октября, для проведения регламентных работ. Однако, как показала проверка прокуратуры, на канатной дороге не проводили регулярную оценку безопасности оборудования. Сотрудники не разработали план по производственному контролю, например, проверка масла и тормозов у механизма, а у руководства канатки отсутствует необходимая аттестация. Прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности» и сейчас следит за ремонтом дороги. Напомню, канатная дорога на Николаевскую сопку заработала 9 октября. До этого открытие канатки несколько раз откладывалось из-за технических проблем. В Красноярском крае неизвестные ранили лисенка. Кто-то выстрелил в зверька из спортивного лука. Стрела попала в шею и пробила ее насквозь. Одна встала поперек горла и при этом не убила животное. Эти кадры не для слабонервных. Просьба всем впечатлительным отойти от экрана. Видео накануне появилось в социальных сетях. Женщина, которая выложила этот ролик, рассказывает, что обнаружила лисенка рядом с трассой. Он не убегал и не боялся людей. Жительница края хотела его покормить и даже не сразу поняла, что со зверьком что-то не так. На кадрах видно, как лисенок старается что-то съесть, но не может из-за стрелы в шее. Раненое животное обнаружили на перевале Жайма на юге Красноярского края. Там этот лисенок часто выходил к людям. Местные жители его прикормили и частенько играли с ним. В комментариях под видео несколько красноярцев предложили свою помощь в поиске лисенка и даже в его лечении. Министерство экологии уже начало проверку. Инспекторы выехали на место происшествия и сейчас занимаются поиском пострадавшего зверька. Этим случаем заинтересовались и полицейские. Сейчас правоохранители ищут лучника. Красноярская администрация просит горожан не мешать отлову бродячих собак. Как пояснили в мэрии, такая просьба связана с частыми конфликтами во время работы специализированных бригад. Некоторые жители города агрессивно защищают бездомышей и не дают специалистам отлавливать уличных псов. Люди выходят защищать тех собак, на которых другие люди пожаловались. То есть бригада отлова выезжает по план-заданию. И, соответственно, иногда это жалоба на собаку, которая уже укусила кого-то. То есть выдано дополнительный план-задание. И из соседних домов выходят люди, начинают собак защищать, отбивать. И хорошо, если они не применяют физическую силу и разговаривают корректно. Но так бывает крайне редко. То есть в последнее время и матами, и нападают, и физическую силу применяют. Также в ведомстве отметили, что при отлове животным не причиняют вреда. Их перевозят в пункт передержки и проверяют состояние здоровья. Если признаков бешенства не обнаружено, то собаку стерилизуют и возвращают туда, откуда забрали. Если бригада отловит животное, у которого есть хозяин, то его вернут по первому требованию. Напомню, с начала этого года в Красноярске уже более 2000 четвероногих получили бирки и вернулись обратно на улицы. Также 260 особо агрессивных особей находятся в приютах вечного содержания. Красноярск попал в десятку самых дорогих мегаполисов страны. На что жители города тратят больше всего денег, расскажем в рубрике «Новости коротко». Красноярск попал в рейтинг самых дорогих мегаполисов страны, обойдя Омск, Самару и Нижний Новгород. ТОП опубликовал портал по поиску работы «Суперджаб». Так, почти половина красноярцев считает жизнь в городе дорогой – 49%. Наиболее дорогими вещами в Красноярске респонденты назвали жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, бензин, проезд в автобусе и, главное, недвижимость. Причем жилье, как самое дорогое вложение, выбирали в большинстве городов. А вот в Омске и Новосибирске по кошельку заметнее всего бьют цены на продукты питания. ТОП-3 самых дорогих мегаполисов страны возглавили Москва, Уфа и Казань. А вот дешевле всего, судя по ответам респондентов, оказалась жизнь в Челябинске. Красноярцы смогут напрямую улететь в Бангкок. Прямые перелеты в столицу Таиланда будут доступны с 19 декабря по воскресеньям в 6 утра. Обратный рейс запланирован на ночь субботы. Цена билета в Бангкок начинается от 33 тысяч рублей. Обратный перелет обойдется на 10 тысяч дешевле. Для туристов, привитых спутником ВИ, Таиланд открыт. А те, кто не вакцинировался от COVID-19, должны пройти 10-дневный карантин. Новые рейсы из Красноярского аэропорта также запланированы в Ереван с 3 ноября. Жители Красноярского края смогут поучаствовать в большом этнографическом диктанте. Международная просветительская акция проводится ежегодно и приурочена ко Дню народного единства. Диктант будет проводиться с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте проекта. Пройти тестирование смогут все жители России и зарубежных стран. Диктант можно писать на любом из четырех языков – русский, английский, испанский, китайский. Задание опубликуют ночью 3 ноября. На их решение отводится 45 минут. Сам этнодиктант состоит из двух блоков. 20 вопросов общефедеральной части и 10 вопросов региональной части – уникальные для каждого субъекта страны. Реальный размер пенсии в России сокращается восьмой месяц подряд. В сентябре он снизился почти на 2% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных Росстата. Так, в сентябре средний размер пенсии составил 15 847 рублей. Номинально он вырос на 5,5% в годовом выражении. Однако индексация превысила инфляцию, которая в сентябре достигла пятилетнего рекорда 7,4%. В Росстате отметили, что эти данные не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую выплачивали пенсионерам в конце августа. Добавлю, что в последний раз пенсии росли в январе всего на полпроцента по сравнению с январем прошлого года. Мамам и вдовам погибших военнослужащих подарили продуктовые наборы. Инициатором акции выступил депутат Государственной Думы Юрий Швыткин. Сегодня он посетил 7 адресов и отвез продовольственные пакеты матерям и женам, чьи дети и мужья не вернулись с войн в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе. В качестве подарков им предложили все самое необходимое – сладости, фрукты, чай и медицинские маски. Депутат отмечает, что это регулярная акция. Наборы отвозят в Дни матери, Дни воинской славы и другие знаменательные даты. Но сейчас в условиях пандемии коронавируса это особо актуально, потому что далеко не у всех есть возможность сходить в магазины за покупками в силу возраста. Вы знаете, вообще мамам, вдовам погибших военнослужащих мы уделяем всегда особое внимание и с ребятами ветеранских движений, и с общественных организаций мам-вдов погибших военнослужащих, и с временами Кавказа Грибыли в данном случае. И, конечно же, это обоснованно и необходимо. А в условиях пандемии особенно актуальность возросла в связи с тем, что люди, мамы погибших, особенно достаточно старшего возраста, и, конечно, сами хорошо, когда есть внуки, дети могут помочь, а когда нет, одинокие, значит, и есть, конечно, необходимость и продовольственных наборов, и медицинских препаратов, медикаментов, доставка. Сегодня в рубрике «Вопросы доктору» поговорим о биологически активных добавках. Все ли БАДы одинаково полезны и безопасны, и стоит ли принимать добавки, если ничего не болит? На эти вопросы ответит доктор Владимир Хиновкер. Здравствуйте. Это «Вопросы доктору», и я Владимир Хиновкер, врач-интенсивный терапевт. Сегодня я расскажу вам, так ли полезны БАДы, как об этом говорят нутрициологи. БАДы действительно эффективны? Первое желание сказать, что все это ерунда, люди, не ведитесь, вас разводят, не совсем правильно и не совсем корректно, потому что БАДы БАДам рознь. Дело в том, что биологически активные добавки гораздо проще начать продавать на рынке, чем лекарственный препарат. И поэтому некоторые лекарства, некоторые препараты лекарственные, которые считаются лекарствами в других странах, на рынке маленьких стран или на рынке таких стран, как Россия, иногда заходят под маркой БАДов. Так мы часто можем получить препараты железа, препараты каких-то витаминов, витамина Е, витамина Д, витамина С и так далее. В этом случае компания, которая вводит свой препарат на рынок, просто экономит деньги, которые необходимо потратить, большие деньги на большие клинические исследования, доказывающие эффективность. Гораздо проще сказать, что да, это просто БАД, и это просто добавка к пище, доказать ее безопасность и начать продавать. Люди, которые заинтересованы в покупке этого препарата, его купят. Подавляющее большинство же БАДов какими-то волшебными, целебными силами, конечно, не обладают. И тут очень сильно постарались маркетологи. Как вы думаете, если вам два врача в соседних кабинетах дадут совет первый, начать бегать по утрам и ходить в спортзал, а второй – начать пить две капсулы в день три раза? Что проще исполнить? Какой совет вам больше подойдет? Моя жена подвела мне на день рождения абонемент в спортивный зал, и вот сейчас после этой съемки я поеду играть в футбол со своими коллегами. БАДы я покупать не буду. Безопасны ли безрецептурные добавки? Как правило, эти капсулы, они безопасны. Как правило, прием дополнительных веществ, не очень нужных нам, абсолютно безопасен, и от всех лишних веществ, как правило, организм прекрасно избавляется. Как было сказано в одном прекрасном исследовании, где исследовали влияние витамина С на инфаркт миокарда, доктор, назначающий витамин С своему больному, может быть уверен только в одном – у его больного будет дорогая моча. Не все витамины, так же безопасны, как водорастворимые, витамины жирорастворимые, могут быть токсичны в больших дозах, витамин А, витамин Д, они могут быть токсичны, но, как правило, о токсичных дозах речь не идет, и в тех количествах, в которых назначаются препараты в составе БАДов, они как минимум не вредны. Стоит ли принимать витамины и другие добавки, если ничего не болит? К сожалению, сегодня, опять же, в силу эффективной работы маркетологов часто происходит подмена понятий. Сейчас я вам расскажу, как это происходит. Ну вот, например, было проведено серьезное исследование относительно того, что люди со сниженным уровнем витамина Д3 чаще заболевают коронавирусом, чем те, у которых витамин Д3 в норме. Как это определили? Очень легко. Брали у всех больных анализы и обнаружили, что людей с сниженным уровнем витамина Д3 гораздо больше, чем у кого витамин Д3 в крови нормальное количество. Вроде бы все понятно. Витамин Д3 должен помогать от ковида. Однако большие исследования, проведенные потом, показали, что если мы в лечебные схемы добавляем витамин Д3, то конечные точки исследования, то есть количество выздоровевших, количество умерших и сроки пребывания в стационаре, у тех групп, которые лечились витамина Д3, и тех, которые не лечились, одинаковые. То есть витамин Д3 как лекарственное средство, скорее всего, бесполезен. И если мы начинаем лечить витамином Д3, то это, вероятнее всего, никак нам не помогает. Поэтому и отношение к нему в всех рекомендациях сдержанное. Но витамин Д3 сегодня на взлете, это модное назначение, и поэтому мы все считаем, что Д3 может помочь лечить коронавирус. Как минимум, это спорное заявление сегодня. То же касается и всего остального. Если вы выбираете между тем, чтобы скушать морковку или скушать таблетку поливитамина, съешьте лучше морковку или яблоко. Одно яблоко в день гораздо лучше, чем 6 капсул биологических коктейных добавок к вашему столу. Свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. И на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин